И сегодня я хотел бы вот начать с одного из самых распространенных вопросов. Когда человек вот он приходит и говорит, я вот столько времени уже сею, ну приношу десятину, но что-то никакого особого такого великого финансового умножения я до сих пор не вижу. Ну не происходит его, ну что вы тут вот 30-60-100 крат проповедуете, ну я уже вот сколько сею-сею, ну десятину отделяю, ну ничего у меня тут стократного великого там, ну как-то тянусь, как-то вот перебиваюсь, что-то не работает. И приходится вот снова возвращать к тому, что тебе сложно вот одним махом ответить на вот такой вопрос. Вот я до сих пор вот не могу одним, потому что что? Вот так ответить ему. А потому что ты что? Потому что у него целый комплекс, у него целый комплекс определенных шажочков, которые он не делает, либо не доделывает. Мы это лето прожили первый раз в деревне, в деревенском образе жизни. Первый раз у меня были соседи, люди из деревни. Да. Но особенность, которую я точно увидел, это то, что у всех есть одинаковые возможности, у всех есть одинаковые наделы земли, у всех практически вот свои огороды, земля одинаковая у всех. Климат одинаковый у всех, льется, дожди одинаковые у всех. Ну все, все вроде бы одинаковое, все одинаковое. Но уникальность деревенской жизни это в том, что ты можешь что-то посадить у себя на огороде, но глядя потом на огород соседа увидеть, слушай, у него вообще глянь, какие помидоры, а у меня вообще ничего не вылезло. Вот если вы постоите и послушайте разговоры двух соседей, я, наверное, думаю, что большая часть их разговоров, они вокруг деталей, огородных деталей, нюансов, которые выделяют их в отношении их урожайности по сравнению с другими. И кто-то вот, ты смотришь на его, думаешь, да как у него такие помидоры, как у него такая, а у кого-то вообще диковинные там какие-то растения повырастали, понимаете? У кого-то киви растет, у кого-то там 10 сортов винограда, а у кого-то там едва один виноград, и то он пытается с ним там справиться, чтобы он не болел. А у этого все 8-10 сортов, и все растут так идеально. И почему? Вот так, если со стороны посмотреть, то можно было сказать, ну, наверное, этого Бог больше любит, чем этого. Но если мы с вами будем действительно практическими людьми, то все, что отличает одного и второго у того, у кого хороший урожай, а того, у кого не очень хороший урожай, их отличает только одно. Этот знает детали, которых тот не знает, и делает вот эти детали так, как их надо делать, а этот что-то упускает, упускает детали, которые затем отображаются на качестве его урожая. Все, все, больше ничего такого нет, нет никакой мистики, нет вот между этими двумя соседями и их огородами. Детали, детали того, как этот работает с почвой, как этот работает с почвой, когда этот садит, когда этот, какие семена этот садит, какие этот садит, как он работает со своими семенами, как он затем работает с проростками, как он... Они потом, там целая индустрия, с утра до вечера они могут сидеть и рассказывать обо всех этих деталях, и я думаю, не случайно Господь дал нам вот такой хороший опыт вот таких деталей в деревенской жизни, не ради самой деревенской жизни, а ради того, чтобы и мы с вами не оставались вот в такой, знаете, христианской беспечности. Я бы знать, как это еще назвал. Мы, наверное, назовем сегодняшнюю тему «Берегись режима автопилота». Берегись режима автопилота. Потому что вот когда я вернусь к этому вопросу, который человек задает, да, вот я столько времени сею, десятину даю, а особого великого изобилия что-то у меня, знаете, не приходит, Бог что-то не дает. Но если, давайте вот так, но если бы вы взяли этого человека и попробовали вот вскрыть его внутренность, чтобы увидеть его внутренние картины, то мы бы все с вами увидели именно вопрос несоответствия с тем, что он делает и как он при этом внутри себя это видит. Нет, потому что вопрос не в том, что вы делаете. Вопрос не в самом действии. Сила не в действии. Ключевой вопрос в том, как вы даете, кому вы даете, кто вы во время того, когда вы даете, почему вы это делаете и как вы это делаете. В общем, вот это целый комплекс вопросов, которые вот в своем наборе, они как раз будут из себя представлять, вернее, будут вас представлять. Вы либо в вере осуществляете, вы либо будете делать эффективное даяние, либо будете делать даяние, которое будет неэффективным. Скажите, как это даяние может быть неэффективным? Может быть. Апостол Павел, помните, в послании к Галатам, он говорит, вы можете сеять в плоть и от плоти пожнете тление. Можете сеять в дух, от духа пожнете жизнь вечную. Шестая глава седьмого стиха. Бог по ругам не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Вот вопрос, если я задам вам. Можно ли сеять, давать, но в результате пожать тление? Можно? Ответ по Павловскому, вот, восьмому стиху, ответ да. Такое возможно? Да, возможно. Можно сеять в дух, от духа будет получаться другой урожай, жизнь Бога. Поэтому, вот, седьмой он и указывает, Павел говорит, поэтому не путайтесь и не обманывайтесь, не приписывайте Богу то, чем он не участвовал. Он дал вам возможность вот сеять, да, и Бог по ругам не бывает. Это наша ответственность, сеять и жать, что посеет человек, то и пожнет. В Коринфе нам Павел будет говорить, дающий семя тому, кто сеет и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами. Да, все равно мы возвращаемся к тому, что закон сеяния и жатвы, он как-то базовый закон царства. Он базовый закон царства. Но смотрите, когда я смотрю на святых во время, ну, во время, как это, литургии даяния, ну, вот, когда идет сбор пожертвований, то большая часть занимается благотворительностью и исполнением правильных религиозных шаблонов. Вроде бы, вот, ну, человек может давать, но давать потому, что так, ну, это религиозно правильно. Понимаете, ну, да, понятно, что у каждого свои внутренние мотивы. Но вы понимаете, они-то как раз являются, ну, основополагающими. Почему ты даешь, когда вот, когда вот корзина сейчас идет, да? И, да, я себя обнаруживал, я часто себя обнаруживал в режиме того, что я делаю, потому что, ну, я на автопилоте это делаю, потому что я привык это делать. Это правильно, я там помню где-то на подсознании, я помню, ну, давать это правильно, хорошо, я буду, я даю. Я даю, вот я жертвую, куда? Я жертвую в церковь. И для многих, на самом деле, давайте не для многих, для вас, да, проверяйте сами себя, что вы делаете, когда вы даете, когда вы сеете ваши семена, когда вы приносите ваши десятины. Всегда остановитесь, остановитесь и задайте себе вопрос, что это, что я делаю сейчас? Кто я посреди этого? Что это для меня лично? Вот остановитесь, не позвольте себе двигаться в режиме, ну, надо, значит, дам. Понимаете, в мире многие люди занимаются благотворительностью, у нее есть свои, ну, хорошие какие-то грани, допустим, да? Но в царстве это по-другому, это по-другому. Само по себе то, что я хорошее делаю, вы можете церковь выручать, ну, вот давать, потому что, ну, надо церкви помочь. Если вы вот так просто помогаете церкви, ну, вот так, как, вот, вот мое собрание, я, я что, ну, надо поддержать, надо же денежки дать, потому что, ну, церкви же надо как-то жить. Да, бывает такое, что и тот, кто призывы делает вот перед даянием, может вот так, так вам это озвучить и сказать, ну, знаете, надо, надо помогать, надо как-то поддерживать собрание, давайте поддержим проект церкви, давайте, давайте жертвовать, давайте жертвовать. Но вас это не освобождает от того, чтобы вы могли в истине это делать. Даже если кто-то будет призывать сейчас вас, ну, давайте поддерживайте, ну, просто церковное здание, это его призыв. Но вы всегда делаете даяние в вере, понимаете? Вы совершаете даяние не просто в здании церкви, осуществляйте свое даяние на основании слова, осуществляйте так, как вы в истине, давайте тому, кому вы даете, это Бог, это все равно Бог. Вы понимаете, вы, у вас между ним и вами взаимоотношения, ваши даяния, они касаются именно вас и Его. Вы их осуществляете в лице людей, в служении даров и так далее. Да, но фокус ваш все равно, он неизменно должен касаться именно вас и Его, и Бога. Вы послушны Ему, вы делаете то, что Он говорит вам делать. Даже вот возвращаясь к Галатам, да, давайте с шестого, смотрите, это же мы картины с вами должны менять, да, вот. Либо я просто сейчас вот посидел на проповеди, да, затем призыв, давайте сейчас время пожертвования, давайте жертвовать. Ну, хорошо, я жертвую потому что что? Вот вопрос, потому что что? Ну, потому что, ну, что? Ну, мне проповедовали, это как кто-то станцевал, я на концерт пришел, мне спели песню, ну, надо же, надо же и людям заплатить. Или как по улице иду, а вот тут и уличный музыкант, он же мне сыграл, ну, надо денежку бросить, ну, брошу. Почему? Он же поработал, надо ему за это заплатить. Вот на собрании мне же проповедовали, ну, надо денежку дать. В храм пришел, ну, на литургии постоял, ну, надо же, а что, ничего даром не, надо за это заплатить. Понимаете, вот, вроде бы, но вы что даете, да, или человек дает, вроде бы он дает, потому что, но потому что неправильное. А как правильно? Давайте мы практикуемся хотя бы на этом месте Писания. Вот Галатам. 6. Павел пишет, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет, тление сеющий в духа, духа пожнет жизнь вечную. Делая добро до неунываем, в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, у Павла здесь логика идет какая-то последовательная. Смотрите, он показывает. Вот вы, а вот сейчас Бог вам служит. Вот Бог вам служит. Как? В 6 стихе. Он служит через наставляемого. Вот это же, это же кто-то, да, вот это же человек, наставляемый словом. То есть вы получаете наставление. Так? Есть. Вы получили наставление. Вот наставляемый, вот вы. Затем делись всяким добром с наставляющим. Вроде бы сейчас картина, которая описывается между вами и человеком, который вам только что, что, проповедовал, вас наставил, да, наставлял. И вроде бы вы, что, вот наставляющий, я ему, я с ним делюсь, да, всяким добром. Есть. Но при этом Павел говорит, вот что от этого происходит. Вы при этом осуществляете посев. Павел это называет, что это происходит какой-то посев. Вы что-то сеете. И он говорит, от вашего посева, вот если вы будете сеять в плоть, то от плоти будете пожинать тление. Сеющий в духа, духа будет пожинать жизнь вечную. Давайте на этот вопрос, да, как сеять в дух. Посмотрите на видимую и невидимую картину. Видимая картина – это вы и человек наставляемый. Это вот два человека, наставляющий вас и вы. Но невидимая картина, она заключается в Боге, который духом своим святым, да, сейчас через наставляемого служит вам. Кто служит вам через наставляющего вас в вере? Дух Бога. Дух Бога служит вам через наставляющего. А тогда ваш посев в дух, вот когда Павел и призывает в шестом, делись добром с наставляющим. Смотрите, вы вроде бы осуществляете даяние в адрес наставляющего, но Павел говорит, при этом вы сеете в дух. Смотрите, вы отвечаете, вы отвечаете не просто в адрес человека, да, вы отвечаете на служение Святого Духа. Который вам послужил через этого человека. Отвечаете чем? Вашим даяниям. Зачем я вот здесь сейчас потоптался на этом примере, на этих стихах? Чтобы вы картину видели внутри, чтобы вы видели это, понимаете, вот не просто из моральности, но вроде бы хорошие, я по совести делаю. Люди мне помогли, я им, ну, что там, дал денег. Да не это, не этой картины, не эта истинность. Вот какая картина должна быть перед вами. Что вы, я отвечаю своим даяниям на служение Святого Духа. И это не просто я спасибо Святому Духу сказал, спасибо Святой Дух. Нет. Я сею в Дух. Мало того, смотрите, что я получаю наставление, я принимаю Слово от Бога, куда? В свое сердце. Я отвечаю даяниям, и получается какой-то вот этот симбиоз. Я сею в Дух. Это получается процесс посева, от которого мне затем важно, что ожидать, ожидать. Понимаете? Это не просто, ну, я дал, потому что меня совесть побудила дать. И потом что? Ну, и все. На этом закончилось. Я пожертвовал и пошел. Нет. Понимаете? Это не про посев тогда. Сеяние напрямую связано с последующим ожиданием жатвы. Вы не можете это отделить. А большая часть отдали деньги, пожертвовали и забыли. Понимаете, почему? Да потому, что они давали не как посев, да, с целью последующего ожидания, а как реакция на возбуждающую совесть. Ну, неудобно, знаешь, все дают, но и мне надо дать. Ну, неудобно, пришел в собрание, надо что-то же, чтобы мне спать потом спокойнее было. Вы просто успокоили свою совесть. И если вы зададите вопрос, и что вы ожидаете? А ничего не ожидают. Почему? Да потому, что тогда не было посева. Но в голове-то, в голове-то этот человек, он так думает, вернее, дьявол это будет использовать и говорить, ну, что? Ну, ты же давал, ты же там сеял, ты же там сеял. Смотри, ты сеешь, сеял. И что? Ничего. Ты же даешь? Даю. Ты приносишь? Приношу. И что? Ничего. Видишь, ничего не работает. Вот и обманул. А причина, ну, понимаете, у нас все должно быть по вере. Почему Павел так радикально и говорит? Ребята, все, что не по вере греха, все, что вы делаете, и это не основано на воле Божьей, на слове Божьем, на истине, оно не будет работать. Поэтому возвращайте себя. Поэтому возвращайте себя всякий раз, даже просто к вопросу, это вопрос будет вам помогать, я делаю это потому что, я делаю это потому что, и будьте честными самими собой, если у вас нет ответа, привязанного к слову Божьему, ну остановитесь, не давайте, не приносите, ничего не давать. Что ты такое говоришь, ничего не давать, ничего не давать, отложите эти деньги, отложите ваши десятины, если вы не понимаете, что вы делаете, отложите, идите, разберитесь со словом, идите, найдите все места писания, положите основания, потом берите и приносите, и давайте, это будет больший результат. Для вас же, аминь, всегда все делайте на основании слова, прилагая к этому свою веру. Поэтому, даяния, вот наши даяния, они все равно неразрывно связаны с нашими внутренними картинами, с нашими внутренними картинами, десятина, вот когда я приношу десятину, что я вижу, что это, что это, кто я, что вот передо мной, видите эти картины. Я всякий раз, у меня картина, вот я, вот мой первосвященник, вот Иисус, мой царь и мой первосвященник. Почему? Потому что я смотрю в Слово, в Писании, у меня образы Ветхого Завета. Десятина отделяется священнику, вот первосвященник по чину Милхиседека Авраам приносит ему. Царю отделялась десятина также, он мой первосвященник, он мой царь. Я прихожу с моей десятины перед лицом моего царя, перед лицом моего первосвященника. Аллилуйя! Я поклоняюсь Господу моей десятиной. Почему? Вот как Авраам это делал, потому что победу дал ему кто? Господь. Он победил, он сейчас четырех царей завалил. Победа и трофеи в его руках, это потому что Бог даровал ему эту победу. И я вот со своей десятиной сейчас, почитая моего первосвященника, я ему говорю, это твоя, это из-за тебя, это из-за того, что ты. Это не потому что я, я сейчас, я тут заработал, я, знаешь, все тут получил, а тебя сейчас выручу. Нет, это все твоя заслуга, и я поклоняюсь тебе моей десятины. И я верю, и затем я высвобождаю свою веру. Вот он, Малахи, окна небесные, открытые, изливаются на меня до избытка всегда, потому что ты, Иисус. Аллилуйя! Аминь! Пожирающие не касаются произведений, запрещено никакого пожирающего ни в какой сфере. Слава тебе, Господь! Лоза на поле моем не лишается плодов. Плодоносность в моей жизни, в теле, в душе, в духе, в нашем служении. Плодоносность. На нас видна разница между служащими и неслужащими. Видящие нас называют нас блаженными. Я это стараюсь видеть, как в отношении себя, в отношении Бога, в отношении происходящего, вот что я делаю и вот что за этим должно последовать. Тогда ваше даяние, тогда ваши десятины, тогда ваше приношение – это дело веры, а не религиозная правильность. Понимаете? Поэтому вот этот призыв сегодня – берегитесь режима автопилота. Берегитесь, стать на эту лыжню просто религиозного шаблона. Я делаю, потому что так хорошо, так правильно, так по совести, так, знаешь, я выгляжу хорошо. Благотворительность – это не о том. Аминь. Если вы переключились на режим автопилота, уходите от него, уходите от него. Да, и, кстати, я бы еще раз напомнил вам, особенно вот сейчас, в это время, доступной информации, когда я убежден, что каждый из вас, вы чем-то питаетесь. Ну, я имею в виду духовная пища, вы всякий раз где-то доподпитываетесь. Да, вот сейчас вы питаетесь вот сейчас на эфирах, да, или на подкастах в нашем служении. Но я убежден, что вы также можете еще где-то вот включать проповеди, да, чьи-то проповеди, и вы их слушаете. И вас это назидает. Но послушайте, не оставляйте это в режиме, ух, прикольно, вот, ну, просто включил, послушал, включил, послушал. Если к вам звучит слово от Духа Божьего, и это слово наставление для вас, отвечайте на это слово. Как отвечать? Отвечайте, вот, как Павел говорит об этом в Галатам. Понимаете, потому что в современной культуре для нас сегодня просто, ну, вседоступность к, ну, хорошей помазанной информации, к хорошим проповедям, становится просто иждивенческим потреблением, вот, духовной пищи, какой-то вот, пришел, поел, вытер рот и пошел. И вот этого, вот этого, вот шестого стиха, шестой стих так и не работает. Понимаете, вы можете, вот, от какого-то служения, какое-то время питаться и совершенно не отвечать, потому что, ну, а что, я просто слушаю. Ну, вот, перестаньте просто слушать, отвечайте даянием на служение тех даров, которые вам служат. У каждого из вас обязательно в свои сезоны будут свои посланники. В какое-то время Бог будет давать вам одного проповедника, который вот именно сейчас вам нужен, и, ну, Дух Божий будет привлекать вас вот к каким-то посланиям. Но, послушайте, то, что ваш ум воспримет это послание и скажет, ух ты, какое хорошее послание, вау, понравился, вы пережили вау-эффект от какого-то послания, это не значит, что, ну, дело сделано. Вам надо семя принять. А принятие семени в ваш дух, вам нужно отвечать на послание, на наставление со стороны наставляющего. Чем? Даянием. Отвечайте даянием. Поэтому мой призыв к вам, те дары, которых вы слушаете, отвечайте даянием. Отвечайте даянием. Не потому, что это чисто, я вас сейчас морально подталкиваю, но это морально хорошо, знаете. Понимаете, поддерживайте, ну, служение, которое вам служит. Нет, это полезно для вас. По-другому я не могу объяснить слова апостола Павла вот здесь, в шестой главе. Я не могу объяснить это по-другому. Я не могу объяснить, как это слово, которое я сейчас принимаю от Духа Божьего, может закрепиться внутри меня вместе с ответной реакцией даяния. Я не знаю, как это происходит, но это как-то Павел вот тут ясно объясняет. Поэтому мой призыв в свою культуру, да, это христианская этика, но, понимаете, не просто на уровне морали, а на уровне сени и жатвы. Отвечайте на служение Святого Духа, которое вам, ну, звучит через служение разных даров, разных даров. Поэтому вот, если Бог служит вам через, буквально, вот в вашем собрании, в собрании вашей церкви, отвечайте на это правильно. Если Бог служит вам через какие-то другие дары, отвечайте даянием на эти наставления. Ответьте даянием, но при этом понимайте, что вы делаете. Понимайте, что вы при этом сеете, вы принимаете в свой Дух, вы сеете в Дух, и оттуда должны быть какие-то славные урожаи. И вот этот режим автопилота, он как раз является следствием того, что истина еще не утверждена настолько, что все, я ею движу, а я где-то все еще вот могу вернуться вот куда-то назад. Ну, в общем, я внешне все делаю правильно. А внутренность, да какая разница, какая там внутренность, что я думаю там, какое у меня при этом настроение, на что я фугурую, да какая разница. Главное, я все сделал правильно же. Я же все сделал правильно. Это так же, как и Библию читать. Ну, я же так Библию читаю, а что ты думаешь, когда ты ее открываешь? Что это для тебя? Ну, надо, знаешь. А он в сердцевине мучается просто. Он знает, ему надо прочитать, утром встать и быстро прочитать голову, чтобы исполнить свой супружеский долг, чтобы исполнить, вот знаешь, свой религиозный, я же Библию прочитал. Ну, спаси и сохрани ее. Для Бога вот такое, это ужасная штука. Богу это вообще не в радость. Одному из пророков он как-то говорит, скажи моему народу, если вы говорите эту фразу, бремя от Господа, не появляйтесь, вообще ничего не делайте для меня. Если это для вас бремя, не вздумайте. Я вообще не хочу вас ничем обременять. Не хочу, чтобы для вас было это бремя. Чтобы ваше посвящение, ваше чтение Библии для вас было бременем. Я не хочу. Понимаете, это не воля Божья нас зачем-то загрузить. Я не хочу, чтобы даяние для вас было бременем. Надо давать. Знаешь, надо Бога выручить. У него же столько планов. Как же, надо волю Божью. А внутри воздыхает. Нет, это не так. Доброхотно дающего, радующегося во время своего даяния. Потому что он знает, что он делает. Кому он дает. И что его затем ожидать. Это совсем другое. Аминь. Слава Господу. Слава Иисусу. Аминь. Берегитесь режима автопилота. И снова и снова возвращайте себя к истине. Слава Иисусу.